Утро утра на улице, где расположен суд, не протолкнуться. Весь тротуар занят. Работают сразу несколько десятков съёмочных групп, но в здании суда снимать запрещено. В первый день суд доставил 12 человек, чтобы всех их разместить. Решено было проводить заседание сразу в трёх залах. Сегодня меру пресечения избирают в основном представителям рядового и младшего начальствующего состава, мичманам военно-морских сил Украины. Разрешено было включать камеру только когда суд удалялся на совещание. Именно в этот момент нам удалось задать несколько вопросов одному из задержанных, Юрию Будзыва. Есть доверённость по беспрепятственному прохождению судов в России. Высок, вы перетекли? Судов в Российской Федерации и в правительстве Украины, в Азовской МВ. Почему столько оружия было на судах? Оружие было на судах, но оно не применялось. Ещё один вопрос. Как набирали команду для этого рейда? Из одного ли она экипажа? Или на этот раз сборной? Юрий, а для этого рейда специально собирали экипаж? Не надо ответить. На самом деле команду всё-таки собирали. Её костяк составили люди, которых на Украине словно специально заранее сделали узнаваемыми. Например, командир малого артиллерийского катера «Никополь» Богдан Небылица прославился несколько лет назад, когда проходил стажировку в Соединённых Штатах. Командир второго катера Роман Мокряк, автор нашумевшей тактики «Волчья стая». предлагал атаковать российские военные корабли. Мы сейчас умовно выходим на атаку. О том, что 25 ноября была предпринята именно умышленная попытка нарушения госграницы, задержанные рассказали сами на первом же допросе. Мы зашли в территориальные воды Российской Федерации, где нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулемёты ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морской силы Украины в Херсенском проливе носит провокационный характер. Судьи выносят решение по 12 морякам заключить под стражу до 25 января. С учёным тяжести характера инкриминированного музыка преступления, его общественной опасности, личности подозреваемого, суд считает, что иная мера пресечения не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого в период предварительного следствия. Сегодня с каждым из 12 задержанных проводится эта процедура. Они поочерёдно заводятся в один из трёх залов суда, где в течение получаса судья выносит решение о мере пресечения. Здесь же в суде присутствуют уполномоченные по правам человека по Республике Крым. У всех я спрашивала, были ли какие-то воздействия физические, моральные. Все ответили нет. И кормят, и поют условия содержания нормальные, и отношения хорошие. Трое раненых пока остаются в Керчи. Их состояние удовлетворительное.